итак друзья сегодня поступила очень интересная информация как сообщил руководитель пресс-центра автоваза сергей ильинский лада гранта 2 или гранта нового поколения выпускаться не будет он подтвердил что новая модель действительно разрабатывается и планируется ее выпуск уже на 2023 год но это будет не новая гранта а совершенно новое семейство автомобилей б-класса не имеющих ничего общего с нынешней грантой и как следствие он просто не может стоить меньше миллиона думаю мы все должны это осознавать но перед тем как рассказать все подробности напишите если вы против того чтобы лада полностью перешла на платформу рено и чтобы от автоваза остался только логотип ведь так российский автопром полностью исчезнет а если вы наоборот за то чтобы автоваз исчез полностью то напишите почему вы этого хотите и мы начинаем со слов руководителя пресс-центра новой гранты не будет должно появиться новое семейство сегмента b которая не будет иметь ничего общего с нынешней грантой и новости о том что автоваз приступил к разработке новой лада гранта недостоверные сказал сергей ильинский так как речь шла не о модернизированной гранта а полностью новой модели дебют которой действительно планируется на 2023 год но сергей ильинский сказал что сейчас не может рассказать все подробности только известно что это будет разработка на архитектуре cmfb от рено nissan и на ней будут строить все без исключения модели автоваза но по факту автоваз уже никакого отношения к созданию иметь не будет все уже разработал концерн рено nissan и автоваз ограничиться только надстройками и адаптацией к российским условиям эксплуатации автомобилей и похоже здесь речь идет именно о рено логан которому прилепят шильдек лада и увеличат клиренс для российских условий не более ведь если разработку только начали и уже в 2023 году собираются выпускать новинку то это явно не разработка с нуля так как на новую модель ушел бы не один год а затем судя по лада vesta fl не один год тестов а здесь явно сроки более короткие но по факту никто еще не берется утверждать какая модель появится в 2023 году от автоваза и как она будет называться недавно сообщалось что автоваз запатентовал новое название аура возможно новая модель от автоваза и будет называться лада аура кто знает но вот бюджетностью автоваза придется попрощаться ведь если народ уже не может себе позволить бюджетные автомобили которые стоят больше миллиона это уже не народный автомобиль и самое печальное в этой истории то что обратной дороге у автоваза уже нет а что вы думаете по этому поводу какое будущее ждет автоваз очень интересно узнать ваше мнение поэтому давайте пообщаемся и подискутируем также буду рад если вы перейдете на канал для просмотра других роликов и конечно приглашаю подписаться на канал и нажать на колокольчик подписывайтесь на телеграм-канал и до новых выпусков